Друзья, всем привет! Всех приветствую на своём канале. Спасибо, что смотрите, подписываетесь, ставите комментарии, лайки. Я вам очень за это благодарна. И давайте приступим к новому стихотворению. Самые сложные из всех отношений на свете – это роман с собственным сердцем и со своим нутром. В нас по углам прячутся грустные дети, которым мы строго сказали «давай как-нибудь потом». Те уже столько ждут, что превращаются в старцев, с сухими глазами, подпускневшей верой, или в скитальцев и иностранцев в городе взрослых игр и лицемеров. Мы даём клятвы у всяческих алтарей, чтобы смерть нас другими не разлучала, а на пути к себе, на пороге у тех дверей, почему-то ведём себя, как вандалы. Мы рушим свои мечты, ведь для каких-то мы слишком взрослые, а для каких-то ещё не совсем окрепли. Лодка, что управлялась крыльями-вёслами, устала стоять на причале, в неё не стучатся ветры. И прежде чем требовать верности от кого-то, вспомни, как ты хранишь её самому себе. В списке дом, выходные, работа, есть ли местечко для чего-то, что откликается у тебя в душе. Вспомни, кем мы хотели стать, когда вырастем, и кем мы в итоге стали. И если мы приходим в этот мир искрами, то почему не все становятся после кострами? Что ты в себе потушил? Как ты себе изменял? Какую нарушил клятву? И что ещё можно вернуть до окончательного разрыва? И вот иду по парку, покупаю сладкую вату и чувствую – это сила. Можно меняться, взрослеть, научиться носить каблуки в костюме, но не менять свои внутренние настройки. И отыскать ребёнка в этом безумном шуме. И подарить ему верность, и не ругать за двойки. Пусть настоящего сердца самый извилистый этим и интересный. И лишь этот путь имеет свою звезду. Если ты, умываясь, стоишь перед зеркалом, честный, то не приходится даже просто вступать в игру, строить любовь с собой, ничего из себя не строя. Это, возможно, задача каждого, кто живёт. И когда всё снаружи выходит совсем из строя, помни свой личный год.